Привет! 100% футбола с вами Дмитрий Дерунец. Ближайшие три дня, начиная с сегодняшнего, буду в одиночестве здесь, в студии Спорт-ФМ. По понятным причинам Нобеля Рустамян уже в Мадриде, где вовсю готовится к матчу Атлетико-Мадрид-Бавария-Мюнхен. Это завтрашний полуфинал Лиги Чемпионов Уэфа. И, конечно, Лига Чемпионов Еврокубки правят бал на этой неделе. Хотя, что уж там скрывать, в четверг мы очень серьезное внимание уделим не только матчам Лиги Европы, но и двум встречам в Чемпионате России. Ближайший тур открывается уже послезавтра играми в Екатеринбурге, Урал, ЦСКА и в Санкт-Петербурге между Зенитом и Кубанью. И, конечно, за ними мы будем следить в прямом эфире на волнах Спорт-ФМ. Пока же я, Дмитрий Дерунец, с вами в ближайшие два часа огромное количество событий происходит в эти минуты. И в разных командах, и в разных регионах мира. Естественно, главной темой остается Лига Чемпионов. Сегодня игра в Манчестере, игра историческая. Манчестер-Сити впервые в полуфинале Лиги Чемпионов принимает Мадридский Реал. Естественно, никуда мы от этой темы не уйдем. В Англию перенесемся, порассуждаем о шансах той и другой команды. Ну и, конечно, порассуждаем о других моментах, в том числе и о потенциальной и, похоже, уже совершившейся отставке главного тренера Кубани Сергея Ташуева. Это новость буквально последнего часа. Все это в этим два часа. Сейчас же давайте перенесемся в Мадрид. У нас на связи Нобеля Рустамян, коллега, друг с ведущей программы 100% футбола. Нобель Буэнос-Тардес категорический. Да, Дмитрий, но я что-то направляюсь в Мадрид, поэтому ты меня рано еще переносишь откровенно в столицу Мадрид. Но сегодня я непременно там окажусь, чуть позже отправлюсь, точнее, туда. Что касается ощущения перед этим матчем, то, действительно, я жду большого футбола. И, наверное, это будет полуфинал, где, пожалуй, сложно себе представить, как сама игра будет. Можно делать прогнозы, кто выиграет, да, что Бавария фаворитна. Вот именно как будет игра складываться, как будет игра развиваться, мне кажется, это большой вопрос. Давай порассуждаем немножко, потому что сейчас мы же не только говорим о том, что Атлетику, Бавария, сама игра суперская, да? Но и о том, что и для комментатора это наверняка большой вызов. Насколько большой матч это для тебя в твоей карьере? Ну, наверное, самый большой матч в моей карьере. Потому что, действительно, события полуфинала Лиги Чемпионов – это круто, тем более смеса событий. Поэтому я очень-очень рад и волнуюсь, что, мне кажется, нормально, потому что волноваться перед ответственными событиями в жизни – это хорошо. Но, действительно, для меня это событие такое важнейшее, историческое, первый полуфинал Лиги Чемпионов. Я комментировал полуфинал в прошлом году, «Ювентус-сериал Мадрид», но там все же был матч, во-первых, он был, и я комментировал из Москвы, а во-вторых, он был на «Спутниковом канале». Все же есть, мне кажется, разница, когда комментируешь для более масштабной аудитории. Конечно, разница есть, и то был «Ювентус», а теперь ты по-настоящему сможешь быть… Но, кстати, вопрос еще в том, что «Ювентус» уже был полуфинал, и, конечно, я тогда радовался как болельщик, и до сих пор эти чувства у меня есть, когда «Ювентус», когда дошел до финала Лиги Чемпионов, незабываемый. Здесь уже голова, она такая холодная с точки зрения пристрастий. Конечно, нет-нет, холодную голову мы в твою абсолютно даже верим и даже не сомневаемся в том, что она у тебя останется холодной. Вопрос все-таки некой симпатии, наверное, может присутствовать у комментатора, который вот ждет стартового свистка. Ну, честно сказать, мне не присуща такая любовь к командам, да, нейтральным. То есть у меня есть команды, за которые я болею. Ну, в клубном футболе это «Ювентус», естественно, болеют за сборные, в России, на Евро буду симпатизировать итальянцам и так далее. Но глобально я никогда не отношусь к тем людям, которые выбираются в каждом матче команды, которые будут болеть. Если говорить конкретно об этом турнире, об этом матче, то, ну, и о турнире даже скорее, и чемпионов, то, наверное, я уже говорил после вылета, после матча «Бавария-Ювентус», что у меня ощущение, интуиция, скажем так, что лига чемпионов выиграет «Бавария». Именно интуиция. Ну и плюс некоторые качества футбольной команды «Бавария». Но это не значит, что я буду на них болеть, тем более матч против «Атлетико», который, мне кажется, поразил всю Европу. Это круто, что «Атлетико» выбил «Барсу» на прошлой стадии. На твой взгляд, как нужно строить игру «Атлетико» и вообще отходит ли «Атлетико» и будет ли отходить от своего стиля вот в этом первом полуфинальном матче? Нет, конечно. Когда «Атлетико» отходит от своего стиля? Они даже в матче против условного райа «Валикана» нет, потому что у них стиль, который они знают и который приносит результат. А играть в другой футбол, есть ли смысл? Если исполнители «Атлетико», их нет, на мой взгляд, для стиля условно «Баварии», «Барселоны», «Реала», того же «Ивентусу». «Атлетико» свой стиль. Стиль, может быть, не самый симпатичный. С другой стороны, заметь, что нейтральные болельщики, которые обычно ценят футбол, забитые мячи, красоту, они все же «Атлетико» симпатизируют. Потому что всегда приятно, когда выиграют бедные. То есть бедные, слабые и так далее. Мне кажется, это очень важный знак для «Атлетико». Ну, бедным, наверное, «Атлетико» назвать так уже довольно сложно. Ну, относительно, конечно, да-да-да, в сравнении с «Баварией», с «Барселоной», с «Реалом». Нобель, сейчас наша традиционная пауза на информацию о состоянии дела на дорогах Москвы. Потом вернемся к диалогу. На дорогах Москвы 6 баллов прямо сейчас. Движение затруднено. Спасибо порталу «Яндекс.Пробки» за информацию. Крупнейшая на шоссе энтузиастов от 3-го транспортного и до улицы Плеханова. Больше часа вы будете здесь ехать. МКАД внутренней стороны от Можайского шоссе до Строгино. МКАД внешней стороны от улицы генерала Дорохова до Ленинского проспекта. Третье транспортное кольцо от Комсомольского проспекта до Автозаводской улицы тоже сложно. У нас на связи Нобеля Рустамян, коллега-соведущий, человек, который отправляется в Мадрид сейчас комментировать матч между Атлетико и Барселоной. Полуфинал Лиги чемпионов. И такой к тебе вопрос. Мы помним Баварию, которая прошла достаточно уверенно с одной стороны Бенфику, но все-таки домашний матч был первый. По второму матчу были в определенный момент какие-то вопросы. Если вспоминать гостевые матчи Баварии, они вообще далеко не всегда складываются так нормально. Веришь ли ты, что Бавария может в кавычках привести в ответный матч себе, ну скажем так, отрицательное? То есть что-то проиграть сегодня, причем не забив. Ты знаешь, Дим, я не думаю, что Бавария будет играть без мотивации или спустя рукава, или недооценит соперника. В Баварии, например, был абсолютно феноменальный первый тайм Севентусом в Турине, когда Бавария задавила соперника. Но при этом был ты прав в матч с Бенфикой. Поэтому, на мой взгляд, недооценки соперника или, может быть, недооценки стадии не будет, конечно. Стратегический 0-0, а не для кого будут сегодня и завтра, если что, удобнее, на твой взгляд? Страны Бавария не пропустит, и мы знаем, что Атлетико все же дома играет решающие матчи в Лиге Чемпионов. И, например, Атлетико, если не ошибаюсь, все свои решающие победы, ну, в двухраундах, в противостоянии, одерживал именно в домашних матчах. Ну, кроме, может быть, полуфинала с Челси, когда они дома сыграли ничью 0-0, кстати говоря, и потом на Сен-Петбридж разгромили команду Мауриньо. Поэтому, ну, опять-таки, это все дискуссионная тема, спорная тема, и там был вопрос, как будут играть Атлетико. Потому что, когда ты играешь в ответный матч, у меня за спиной есть результат первой игры, и ты знаешь, как есть вторая игра, когда была в Барселоне. А здесь вопрос, что нужно будет Атлетико в этом матче, и как будет Семену строить игру. Нобель, спасибо большое, хорошей дороги, будем завтра выходить с тобой на связь. Нобель Арустамян с ведущей программы 100% футбола, который в эти минуты буквально уже садится в самолет и отправляется в Мадрид. Завтра Атлетико играет с Мюнхенской Баварии. Пять матчей, осталось всего пять матчей в этой Лиге Чемпионов. Сегодня первый из них Манчестер-Сити-Реал-Мадрид. Завтра второй Атлетико-Мадрид-Барселона. На следующей неделе, во вторник, наоборот, Бавария, не Барселон, Бавария, конечно, наоборот, во вторник, Бавария-Атлетико, в среду, Реал-Манчестер-Сити. И потом 28 мая финал в Милане между победителями этих двух противостояний. Ну и, конечно, не забываем Лигу Европы, сверхинтересную в этом сезоне. По-прежнему не исключены у нас испанские финалы во всех противостояниях. Но, в общем, как пойдет, будем следить. Напоминаю, все эти три дня, с 21 часа, мы уже разгоняем Еврокубки. Сергей Курманов и Алексей Золин сегодня в эфире с вами до полуночи, до окончания матча между Манчестер-Сити и Мадридским Реалом. Так что присоединяйтесь на волнах Спорт.ФМ. Все события в прямом эфире. С вами Дмитрий Дерунец. Конечно, много сообщений будет и приходит уже по поводу Владимира Стогниенко. Самая такая горячая тема этого дня. Володя распрощался с каналом Матч ТВ и переходит на канал ВГТРК. Ну, наверное, коротко скажу свое отношение к этому. И в том числе задам свой вопрос вам. Я так понимаю, что главной причиной ухода Володи является все-таки желание комментировать матчи чемпионата Европы, которые прежде всего будут у нас сконцентрированы на каналах Первом и ВГТРК. И именно туда и уходит ради чемпионата Европы Владимир Стогниенко. Ну, вот вы на что готовы ради чемпионата Европы? Вы как болельщик, вы как специалист, может быть, в другой сфере. На что вы готовы... Скоро песнь льда и пламени зазвучит на русском. Жаркая борьба за хоккейный престол в этом году пройдет в России. Стань свидетелем битвы на льду вместе со Спорт.ФМ. 6 мая весь чемпионат мира по хоккею только на Спорт.ФМ. Спорт.ФМ. 100% футбола. Это 100% футбола. С вами Дмитрий Дерунец. Манчестер-Сити. Реал-Мадрид. Лига чемпионов сегодня в центре. Внимание всех футбольных болельщиков. Продолжайте писать интересующие вас вопросы на наш смс-портал. 55.33 в начале слова «Спорт». Вайбер, ватсап 8-9-2-5-2-2-2-2-2-93-2. Обсудим грядущее противостояние вместе с замечательным прошлым футболистом, ныне прекрасным футбольным экспертом Дмитрием Градиленко. Интервью. Дмитрий, добрый вечер. Вечер добрый, Дмитрий. Манчестер-Сити, Мадридский Реал. Давайте попробуем со стороны Ман-Сити подойти. Что главное в этом матче для манкунянцев? Почувствовать себя впервые на уровне полуфинала Лиги чемпионов? Показать, что можно играть на равных? Или попробовать сыграть на ноль сегодня? Главное это нейтрализовать Криштиану Роналду. Сыграть с ним очень плотно, жестко, не давая ему поднять, как говорится, голову. Все-таки, наверное, это главная звезда мадридского клуба. Это никто не оспаривает. Я думаю, все со мной согласятся. И многое держится на нем. Какого он выйдет в настроении, никто не знает. Если пойдет мне с первых минут игра, то можно... Если вообще пойдет у него игра, он может забить 2-3, а может быть и больше. Поэтому с первых минут, я думаю, здесь главное взять его в тиски. Ну и самим играть. Вот знаете, как в прошлом раунде, когда играли достаточно агрессивно против ПСЖ в первом матче. Дмитрий, все предвосхищают, что Атлетико и Бавария, это, скорее всего, будет такое стояние на угре. Действительно, упорное противостояние, где может все решиться, где будет счет на голы. Насколько нам ждать более результативного, а-ля Манчестер-Сити ПСЖ, противостояния вот именно в этой паре? Можно ли ждать? Все может быть. Вы знаете, я даже не удивлюсь, если сегодня, например, Ариал вновь не забьет. Ну, так же может не забить и Манчестер-Сити. Поэтому здесь очень сложно прогнозировать, как будет складываться игра. Ну, все-таки футбол такая игра, где очень часто бывает так, что моментов куча, а голов ноль. Может быть, сегодня свои великолепные лучшие матчи в жизни проведут вратари. Да, причем они достойны этого. Конечно. Поэтому здесь очень сложно рассуждать. Здесь, как может быть, и много голов, а может быть, тихо не быть. Редко бывает. Поэтому вот ваше превью по поводу того, что очень сильный футбольный эксперт. Это не ко мне, не к этому матчу. Это, ну, что бывает. Действительно, так бывает. Футбол сильнее всех экспертов вместе взятых, Дмитрий. Так что не прибедняйтесь. Мы здесь лучше футбол поднимем, чем себя принизим. Вот с этой стороны попробую еще зайти. Для меня, честно говоря, удивительно, что сложились так звезды, что команды в оптимальных состояниях подходят. И это к маю уже, по сути. У Манчестер Сити, как на подборсе, выздоровели и готовы играть. Вот оптимальное состояние у Манчестер Сити, оно позволит ли сейчас показать такой действительно футбол уровень Лиги Чемпионов, полуфинала Лиги Чемпионов? Честно говоря, в матче с ПСЖ пусть победили заслуженно по сумме двух матчей. Дрожь колен как-то чувствовалась. Ну, во-первых, перед тем матчем я вот думал и переживал. Потому что по поводу Яйя Туре. Потому что все-таки это такая глыба в середине, которая вроде пешком ходит. И если смотреть так, за ним внимательно наблюдать, он практически не ускоряется и не делает рывки. Но он везде, он находится там, где всегда мяч. Я думал, что вот без него будет сложно. Но игра Манчестер Сити против ПСЖ меня в этом переубедила. И то, что вы говорите о том, что они в оптимальном состоянии, ну, я не знаю, вот, по крайней мере, Яйя Туре в составе будет, не в составе. Потому что прошлый матч, что он играл буквально назад. Здесь, конечно, вопрос. А так, в целом, в последнее время, конечно, Манчестер Сити действительно предстает такой очень мощной командой. И потому что зимой было что-то не очень как-то даже... И приятно за ним наблюдать. Могли провалить, могли забить пять. Могли там проиграть аутсадию английского. То есть все. Соглашусь с вами. И, может быть, действительно, вот сегодня найдет коса на камень. Ждем матча. Дмитрий, спасибо большое. Дмитрий Градиленко, наш замечательный футболист, прекрасный футбольный эксперт. Настаиваю на этом в прямом эфире Спорт-ФМ. Спонсор выпуска ООО Селоникар. Продайте машину за 30 минут на carprice.ru Шесть баллов по оценке портала Яндекс.Пробки. Прямо сейчас на улицах Москвы движение затруднено. Крупнейшая пробка по-прежнему на шоссе энтузиастов от 3-го транспортного до улицы Плеханово. Почему я продал свою машину в carprice? Да я не люблю рисковать, ценю свое время. Приехал, сразу получил деньги, никаких проблем. Это как трейд-ин, только выгоднее. Да, я рекомендую carprice.ru Мы обязательно сегодня еще перенесемся в Англию, где наши коллеги расположены, находятся. И, конечно, порассуждаем о матче Манчестер-Сити Реал-Мадрид уже с места событий непосредственно. Ощущение в городе. Все билеты проданы, конечно, на эту игру. Перед матчем Манчестер-Сити Парис Энджермен. Болельщики Ман-Сити протестовали против высоких цен на билеты. Но сейчас, конечно, не до протестов. Полуфинал Лиги Чемпионов и Мадридский Реал в гостях. Это впервые в истории Манчестер-Сити. То есть Реал-то уже приезжал. И, кстати, напомню, уже была игра в истории на групповом этапе в 2012 году. То есть три с половиной года назад в Манчестере сыграли 1-1. Бензема забил за Реал-Мадрид. И Сергио Агуэро реализовал пенальти в составе хозяев. Ну и абсолютно феноменальная игра была на Сантьяго Бернабео. Тот уже, наверное, подзабыл. Она такая была в первом туре тогда. И, вы знаете, в 60 минут бодрого, веселого, но безмоментного футбола на 68-й забивает Эддин Джеку. Казалось бы, Манчестер-Сити заявляет о себе как у реальной силы. На 76-й минуте Марселло сравнивает счет. Каларов на 85-й внезапно делает счет 2-1. Бензема сравнивает на 87-й. Роналду на 90-й приносит победу Мадридскому Реалу. Вот обращаю внимание, когда мы говорим о высоких достижениях для больших европейских команд состава. Три с половиной года – это приличный срок. Разве что Эддина Джеку нет сейчас в составе Манчестер-Сити. Все остальные в команде. Стабильность, признак класса и признак мастерства. Классная игра нас ждет. Продолжим о ней рассуждать. О состоянии дел в Краснодарской Кубани, которая, судя по всему, лишается нынешнего главного тренера Сергея Ташуева. Просуждаем сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Реклама Супер цены на овощи и фрукты в супермаркетах «Билла». Только с 21 по 27 апреля томаты через сливовидные 250 граммов – всего 45 рублей 90 копеек. А еще акция «Рубим цены каждый день». Количество товара ограничено. Подробности на «Билла.ру». Скорость, драйв, адреналин, двухлитровый мотор, 184 лошадиные силы. Новый БМВ третьей серии в наличии по цене от 1 миллиона 697 тысяч рублей. Только в «Автоавангард». Подробности 495-739-44-44. Количество автомобилей ограничено. БМВ. С удовольствием за рулем. А мы едем всей семьей. С семьей в аэропорт. Выгоднее на «Аэроэкспрессе». Тариф семейный. Дешевле, чем такси. Больше места, чем в такси. Всего 950 рублей на семью до 5 человек. Правила тарифа на сайте «Аэроэкспресс.ру». «Аэроэкспресс». Пробуй и пользуйся. Будет лето, будет дача. Будет дача – будет гамак. А будет гамак – будет отдых. Будет лес, будет гриль. Будет гриль – будет пикник. А будет пикник – будет отдых. Будет вечер. Будет балкон. Будет балкон, будет шезлонг. А будет шезлонг, будет и отдых. Все для комфортного отдыха только в Икеа. Есть Икеа, будет отдых. Жилой комплекс «Солнцево». Квартиры с ремонтом под ключ от 4 миллионов 600 тысяч рублей. Рядом станция метро «Юго-Западная». Спешите. Идет заселение. 151-99-19. 151-99-19. Код города 495. Жилой комплекс «Солнцево». ЖКДФСолнцева.РФ Пришло время изгнать дорогой домашний интернет. Возьмите рубль и повторяйте за мной. 8-800-708-1000. 8-800-708-1000. 8-800-708-1000. Добрый день. Компания Билайн. Слушаем вас. Избавиться от дорогого интернета в доме просто, если у вас есть рубль. Достаточно набрать 8-800-708-1000 и оставить заявку на подключение домашнего интернета и ТВ. Билайн. Просто удобно для тебя. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ». 620-46-64. Код Москвы – 495. Словарь спорта. Джиу-джитсу. Это вид единоборства, зародившийся в Японии, как и многие другие. Но от прочих его отличает манера ведения боя. На русский название этого искусства можно перевести как «мягкий стиль». Движение мастера джиу-джитсу плавное. Он не пытается сломить напор соперника, а уступает ему, выжидая момент, когда тот окажется в уязвимом положении. Популярный в наши дни бразильский стиль джиу – это достаточно тепло. В шаге от триумфа. В шаге от Милана. Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов. Манчестер-Сити. Реал-Мадрид. Слушай лучший европейский футбол. Только на «Спорт.ФМ» в 21.45. Спорт.ФМ. 100% футбола. С вами Дмитрий Дерунец. Это «Спорт.ФМ». Это 100% футбола. Мы до 19 часов. Сегодня большой футбольный вечер. Манчестер-Сити. Реал-Мадрид. И, конечно, как всегда, эти полчаса мы начинаем с мнения букмекеров. Вот что думают эксперты букмекерской компании «Винлайн» по поводу исхода сегодняшнего противостояния между манкунянцами и мадридцами. Итак, выход в следующий раунд. В целом, победитель противостояния. Коэффициент на мадридский Реал 1.38. Вот такое вот мнение у экспертов «Винлайн». Манчестер-Сити 3.07. В конкретном отдельном сегодняшнем взятом матче поварить тоже мадридский Реал, несмотря на то, что играет в гостях. 2.46 на него. 2.98 на Манчестер-Сити. 3.47 на ничью. Ман-Сити не проиграет коэффициент 1.60. Мадридский Реал не проиграет 1.44. Ну и для сравнения «Леон Бетс» здесь 2.89 на Ман-Сити. 3.25 на ничью и 2.36 всего-навсего на Мадридский Реал. Спорт-ФМ. 100% футбола. Напоминаю, вся Лига чемпионов, все Еврокубки в прямом эфире на волнах Спорт-ФМ. Сегодня Сергей Курманов, Алексей Золин, начиная с 21 часа. У нас сегодня ожидается большой-большой, очень важный гость хоккейный в вечернем эфире программы ТОП-Спорт. Это главный тренер Магнитогорского Металлурга Илья Воробьев. И сразу после окончания беседы с ним мы приступим к разговору о Лиге чемпионов. Так что оставайтесь на протяжении всего сегодняшнего вечера вместе со Спорт-ФМ. Ну а сейчас мы продолжаем программу 100% футбола. И от дел Лиги чемпионских давайте перейдем к делам внутрироссийским. Сегодня, по информации газеты Спорт-Экспресс, главный тренер Кубани Сергей Ташуев покинул команду, причем по собственному желанию. По информации источника, исполнять обязанности наставника краснодарской команды временно будет Арсен Попекян. Мы связались, пока молчат телефоны и ум пресс-службы футбольного клуба «Кубань» и у руководителей клуба, мы связались с бывшим генеральным директором футбольного клуба «Кубань» Валерием Стаценко. И вот что он сказал о возможном, но, как вы понимаете, весьма вероятном и наверняка уже состоявшемся уходе Сергея Ташуева. Прямая речь. Новый инвестор, новый руководитель прикладывает очень много сил для того, чтобы выровнять и финансовую ситуацию. По крайней мере, очень много принимается и хорошие, прекрасные шаги в этом направлении делаются. Поэтому, я думаю, все будет у «Кубани» хорошо и нормально. Вот как, что называть, просто мед льет, а не говорит Валерий Стаценко, который уже клуб покинул. Ну, понятное дело, что сейчас у него нету, наверное, ровным счетом никакого желания кидать камни в нынешнее руководство «Кубани». Он, может быть, и искренне желает, действительно, добра «Кубани». Точнее, не то, что может, а наверняка, я в этом уверен. Ну, и напрягать как-то обстановку и кидаться камнями, ну, наверное, в его положении нет, ровным счетом, никакого смысла. Но глобально это, конечно, сложная ситуация для «Кубани». Сейчас пять туров до конца, и обратите внимание, что целый ряд команд внизу турнирной таблицы находятся в сложной ситуации. Анжи тренеру доверяет, «Динамо» доверяет. В Мордовии странные события происходят, тренера меняют. И вот в «Кубани», возможно, пойдут на смену тренера. Почему именно сегодня? Ведь не сегодня выяснилось, что у «Кубани» есть проблемы и с игрой, и с набором очков, и с устройством дел в клубе. Ну, прямо скажем, сложная ситуация сейчас вокруг «Кубани». «Кубань» проиграла такой ключевой уже, по сути, стыковой матч вместе с Анжи, да, команде Анжи. До этого было домашнее поражение от Ростова. Ну и, напомню, два ничейных результата с «Амкаром» и результат, за который похвалили скорее со «Спартаком». В принципе, в весенней части первенства одержана одна победа над крыльями советов, и «Кубань» не худшая команда в этой части первенства. Менять тренера перед «Зенитом» — ну, не знаю, насколько это повлияет на дела. Но дальше «Мордовия», дальше «Локомотив» и весьма, вероятно, ключевой стыковой матч, такой уже практический стыковой матч в предпоследнем туре, домашний против московского «Динамо». Мы уже читаем и сразу после нашей традиционной паузы назовем вам имя главного претендента, по слухам, на пост главного тренера «Кубани». Меня эта фамилия слегка удивляет. Но мы пообщаемся с нашим корреспондентом на месте событий в Краснодаре и попробуем обсудить, насколько уже реален уход Ташуева и насколько вероятно вот именно появление того человека, имя которого я вам назову сразу после паузы. 6 баллов прямо сейчас на улицах Москвы, движение затруднено. Ситуация на Кольцах, МКАД в обе стороны 7 баллов, третья транспортная в обе стороны 9 баллов, садовая внутренняя 8, внешняя 9 баллов и вот только на Бульварном 5 баллов на внутренней стороне и 7 на внешней. Будьте внимательны, слушайте Спорт.ФМ и обо всем будете узнавать первыми. Спорт.ФМ. Сто процентов футбола. Сто процентов футбола с вами. Это Спорт.ФМ. Дмитрий Дерунец, меня зовут. В ближайшие три дня я в одиночестве. Здесь в студии в рамках программы «Сто процентов футбола». Нобеля Рустамян в Мадриде уже без пяти минут как и будет работать на матче между Мадридским Атлетико и Мюнхенской Баварией. Но мы пока говорим о делах внутрироссийских. Большой Краснодарский регион может лишиться одной команды в Премьер-лиге. Кубань стоит на вылет и, судя по всему, меняет главного тренера. У нас на связи наш корреспондент в Краснодаре Антон Снегирев. Антон, привет. Да, привет, коллеги. Ну вот только-только лучик надежды у болельщиков «Желтто-зеленых» за Брежево, как тут же набежали очередные черные тучи, собственно говоря. Буквально накануне, кстати, болельщики «Желтто-зеленых» опубликовали большое такое, я бы даже сказал, слезное прошение к команде, чтобы те перестали там бодаться с тренером и, в общем, начали действительно играть за цвета, которые они защищают для болельщиков и для, в общем, себя. И вот сегодня приходит информация, которая уже, в принципе, можно сказать, что действительно на 99% подтверждающая то, что Ташуева в команде не будет. Этого, наверное, следовало ждать, потому что конфликт у Сергея Ташуева не только со звездным нашим романом «Повлюченок», но и, по всей видимости, еще с одним звездным драком, но уже с украинским паспортом, не в день, без нем. Вот, поэтому и в связи с этим, собственно, и, как говорит, классик официальная версия из-за неудовлетворительных результатов команды, Кубань расстается с Сергеем Ташуевым. Но и по неофициальной пока информации, конечно, она официальной быть никак не может, но, будем так говорить, она на уровне слухов, однако, сами знаете, что дыма без огня не бывает. Вполне возможно, роль спасителя желто-зеленых в последних четырех турах, повторяю, четырех, ну, потому что на Петровске, скорее всего, конечно, команду повезет в исполняющие обязанности Арсен Попетян, то дальше вроде говорят, что чуть ли не Гончаренко вернется на роль спасителя. Вот такие у меня новости по поводу футбольной Кубани. Антон, ну, действительно, вот слухи тоже по поводу Виктора Гончаренко ходят, но, откровенно говоря, так чешешь затылки, вроде все идет к тому, что Виктор Гончаренко так подготавливается к роли главного тренера ЦСКА после весьма вероятного, что уж там скрывать, ухода летнего Леонида Слуцкого по полной программе в сборную страны, и вот внезапно возвращение в Кубань, с которой, ну, прямо скажем, сложный роман складывался. Ну, там, да, и причем эта история достаточно длинная. Был вариант, что Гончаренко даже мог бы возглавить Кубани, как ходили слухи, и перед Кашуевым, когда шла речь, кто же будет все-таки после Хохлова, да? Но он выдвинул ряд своих условий, на которые, в общем, не согласились владельцы держащие Кубани, и тогда этот роман не состоялся. Что будет сейчас? Ну, коллеги, я думаю, что вы все прекрасно знаете, так же, как и болельщики нашего российского футбола, то, что наш российский футбол похож на золушку, собственно говоря, которая после 12 часов может и в тыкву превратиться, а может, в общем, все хорошо закончиться. И принца найти, и любовь свою найти, и туфельку к хрустальной примере. Ну, вот примерно в таком амплуа, я думаю, сейчас и Кубань находится. Что будет дальше? Никто не понимает. Но, честно говоря, мне, вот мне, вот как... Не скажу, что я прям болею за Кубань, но все равно, так как я живу в этом городе, действительно, сердцем я переживаю за эту команду, многолетняя история. Уже болельщики, ну, устали. Несколько можно издеваться просто над простым болельщиками, которые и снег, и в стужу, и в дождь ходят, и поддерживают. В любом случае, команда действительно надеется, что команда в такой истории останется в Сен-Мерлиге. И будут надеяться, я уверен, до последнего. Ну, что же, будем смотреть, да, как развернутся события. Спасибо большое, Антон. С последними новостями из Краснодара наш корреспондент Антон Снегирев. Ждем подтверждения сейчас слухов о том, что Сергей Ташуев покидает Кубань. Думаю, ну, если не с минуты на минуту, то с часу на час должна появиться какая-то информация на официальном сайте Кубани, либо подтверждающая, либо опровергающая эти слухи. Согласен полностью с нашим корреспондентом. Едва ли кто-то успеет возглавить Кубань до... 45 дней. До Олимпийских игр 101 день. Спорт-ФМ. Мы делаем спорт ближе. А сейчас 100% футбола. Мы продолжаем. Меня зовут Дмитрий Дерунец. Это главная футбольная программа на главном спортивном радио страны. Сегодня спартаковские болельщики в очередной раз взбунтовались. Не успели пережить ничью с командой Мордовия. После которой фанаты говорили с футболистами. Футболисты слушали и отвечали что-то фанатам. Как уже предметными становятся слухи о приобретении голкипера Селихова у пермского Амкара за определенное количество миллионов евро. И при этом мы помним, что Антон Митрюшкин, один из самых перспективных российских вратарей, был отдан Спартаком, ну продан Спартаком, отдан в аренду с правом выкупа в Швейцарию. Летом за гораздо меньшую, за гораздо более скромную сумму. Где логика? Попытаемся узнать мы у Алексея Зинина. Интервью Алексей, добрый вечер. Алло, Дмитрий. Да, да, да. Алексей, да, слышим вас. Надеюсь, вы нас тоже слышите. Итак, как же объяснить действия Спартака? Стоит ли покупать Селихова за такую сумму? И насколько вообще серьезен интерес, по вашей информации, Спартака к голкиперу Амкара? Ну, на Селихова многие сейчас поглядывают, и многие пытаются принять решение относительно его, о том, принято ли в Спартаке такое окончательное решение или нет, я не знаю. Потому что сегодня в Спартаке все-таки существует несколько течений, которые находятся не то что в конфронтации с друг с другом, но не по всем вопросам они схожи, поэтому по факту сказать очень трудно. А что касается того, почему все-таки Селихов и стоило ли отдавать Дмитрюшкина, ну, логики искать не нужно, во-первых, потому что Спартак команда, которая не очень хорошо, не всегда логично поступает, скажем так. Ну, и другой вопрос, очень важный вопрос. Мне кажется, что нельзя так говорить напрямую, проводить параллели, потому что Селихов получил ту игровую практику, которая необходима, он ее получил не под тем давлением, которое было бы в Спартаке. Не так, что Дмитрюшкин останется он в Спартаке, он бы достиг такого уровня, которого достиг сейчас Селихов. Иногда бывает, что человек играет в другой команде и имеет возможность расти. А придя в Спартака, упадает тяжелейшее давление. И потом, по Дмитрюшкину же была ситуация, когда Спартак в какой-то степени стал заложником того, как развивались события. С агентами игрока было очень большое напряжение. И это оказались агенты, которые на тот момент уже в не очень хороших отношениях были с клубом. Поэтому Спартак не имел должной степени, не имел должного влияния на игрока. Мы решили так, как решили. Конечно, досадно. Я бы Дмитрюшкин не отдавал. Вообще нужно дрожить своими воспитанниками. Очень сильно дрожить. И то, что с Дзюбой произошло, это же тоже не случайно. И когда отдают предпочтение Максисяну, а потом Максисяну этого отправляют. Спартак просто сейчас попал в такой эпике, что очень трудно принимать трезвые, холодные решения. Слишком много всего давит. Слишком много противоречий. Поэтому уже, знаете, нужно не критиковать, как мне кажется, нужно сочувствовать. И я, например, только с сожалению отношусь к тому, что там происходит. Можно ли сейчас, и такой вопрос, Алексей, еще по Спартаку, можно ли сейчас уже прикидывать, как будет формироваться команда летом, учитывая, что есть некая неопределенность с тренером? Дело даже не в тренере. Мне кажется, что роль тренера в комплектовании команды, она у нас в стране чуть завышена. На самом деле клуб, если у него есть хороший спортивный отдел, а здесь у нас очень большой вопрос, клуб всегда должен понимать, какие игроки будут ему интересны, какие вписываются в концепцию игры, какие в перспективе могут дать клубу возможность зарабатывать на них деньги. Вот у Спартака с этим беда. Именно с этим. С пониманием, во что они играют, и беда с людьми, которые принимают решения. Если команда хорошо укомплектована, качественно укомплектована, ну какой бы тренер ни пришел, он с этими игроками разберется. Ну в крайнем случае подкорректирует одну-две позиции. Поэтому вопросами трансферными нужно заниматься, но вот я говорю, для меня большой вопрос, кто этим должен заниматься и кто этим будет заниматься. Алексей, короткий вопрос по поводу Бирагима Цалагова. Есть ли у вас информация об интересе Спартака к этому футболисту? Ну если просто у Спартака есть интерес к этому футболисту, то для меня это будет трагедия. Просто трагедия. Если вы критикуете Кирилла Камбарова, расстаетесь с ним, не продлеваете контракт, и потом вы хотите взять Цалагова, человека, который мяча боится в 10 раз больше, чем Кирилл, то у меня вообще уже никаких вопросов нет. Это мне напоминает, когда «Динамо» стала комплектоваться, взяли там «Бичарая», «Драгуна». Это путь немножко в другом направлении. Это путь против своих амбиций. Поэтому у меня нет информации. Я тут немножко был в отъезде. Информации нет, насколько все это реалистично. Но если это так, то я считаю, что это большая, глобальная, серьезная ошибка. Алексей, спасибо большое за интересный разговор. Алексей Зинин, глава агентства стратегического консалтика и трансферных решений в прямом эфире «100% футбола». И вновь и вновь на дороге Москвы мы переносимся. Уже пробки серьезные. Семь баллов по оценке портала «Яндекс.Пробки». Шоссе энтузиастов по-прежнему главное, главное затруднение. От третьего транспортного кольца до улицы Плеханова больше часа вы потеряете. Уже больше часа будете ехать и по Амкаду, по внутренней стороне от Сколковского шоссе до Строгино. И, внимание, Садовое кольцо. Очень сложно едет внешняя сторона от Смоленской Сенной площади до Дубининской улицы. Спорт-ФМ. 100% футбола. Дмитрий Дерунет, Спорт-ФМ, 100% футбола. Ну, вот такой, я думаю, интересный разговор по поводу Спартака и по поводу определенных трансферных решений клуба. Действительно, соглашусь здесь с Алексеем. Сейчас, так, знаете, сравнивать возраст нежный, вратарский, да и, в принципе, футбольный Митрюшкина и Селихова достаточно легко. То есть, действительно, отпустили летом Митрюшкина. И вот теперь берем Селихова, да. Казалось бы, человек, действительно, зачем платить больше, если есть свой. Но вот немножко покопавшись, да, немножко посмотрев на ситуацию с другой стороны, с которой может посмотреть Алексей Зинин, и мы с вами, я уверен, как люди, любящие футбол, действительно, ну вот дай шанс Митрюшкину. При такой обороне Спартака, при в целом такой игре Спартака, ну где, где, где уверенность, что Митрюшкин не был бы загноб... не загнобили бы его так же и болельщики, как, в общем, и... других футболистов по ходу этого чемпионата. Потому что, конечно, Спартак уводит очередной чемпионат в небытие, и вычеркивает его, неизвестно вообще, кому он пойдет на пользу из футболистов, которые в этой команде есть сейчас. Мы продолжаем. Дмитрий Дерунец, 100% футбола о Спартаке. Говорим, что дальше? Вот сейчас, если уже подводить итоги сезона для Спартака, понятное дело, что команда в Еврокубке, ну, на мой взгляд, не пробьется. И будет шестое, седьмое, восьмое место. Абсолютно все равно. Но что останется в сухом остатке, да, вот в сухом остатке, что после этого сезона? Зотов, Зуев, получившие чуть большую игровую практику, но не настолько большую, чтобы сказать, я провел этот сезон в основе команды. Метание по вратарям, да, вроде бы капитан надежи опоры Артем Ребров. Вопросов нет, человек прекрасный. Никогда не уходил ей от контакта с болельщиками. Он всегда открыт. Ну, пресса, сейчас бог с ним с прессой, с болельщиками прежде всего. Но вот тоже, да, Писяков вышел, Писяков отправляли в аренду, теперь вернули, поставили на матч с Мордовией. Пуцко дебютирует. Вроде бы, знаете, дать шанс, да, это действительно очень похожая проблема просто разного калибра у Спартака и у Динамо. И там, и там вроде шансов дает молодежи больше, чем в ЦСКА и в Локомотиве. Но при этом отдельные такие всплески, появление на одну-две игры, они же не гарантируют прогресса постоянного. Просто заявить, заиграть футболиста молодого на высоком уровне, этого мало. Нужно продолжать ему доверять. И, к сожалению, в Спартаке и в Динамо только отдельные футболисты играют более или менее хотя бы больше десятка матчей за сезон. Именно молодые футболисты. Если о Динамо говорим, то, может быть, не золотой молодежи, это Ташаев, Живоглядов побольше сыграли в этом сезоне. Все остальные тоже время от времени. Мороза вспыхнул, ушел. То же самое, просто идентичное в Спартаке. Чуть больше Зотов, Зуев, все остальные время от времени появляются. То уходят, то возвращаются из Спартака 2. Ну и вот здесь мнение по Ибрагиму Цалагову. Не знаю. Алексей Зинин, конечно, человек, который внимательнейшим образом следит за всем футболом российским. И меня, честно говоря, удивляет несколько его такое мнение, категоричное по Цалагову. Потому что мне кажется, что футболист достаточно перспективный. Но, с другой стороны, я не могу похвастаться каждодневным высматриванием скрупулезным матчей Самарского клуба. И, с одной стороны, Цалагов давно ходит в перспективных, давно ходит в людях, которые должны уже сделать шаг вперед. Но вот если он это делает, не делает никак этого шага вперед. Может быть, действительно стоит задуматься? Может быть, действительно прав сейчас Алексей Зинин в том, что он несовершенен, прямо скажем так, и не готов для решения больших задач. В общем, серьезные вопросы. Напоминаю наши вайберы ватсап 8-9-2-5-2-2-2-2-9-3-2, смс-портал 55-33, в начале слова «Спорт». На страничке ВКонтакте «Спорт.ФМ» уже висит опрос, кто победит сегодня «Манчестер-Сити-Реал» или будет ничья именно в сегодняшнем матче. Голосуйте о Лиге Чемпионов вновь. Говорим сразу в начале следующего часа. «Спорт.ФМ» 100% футбола Мы продолжаем. Это второй час 100% футбола. С вами Дмитрий Дерунец. Напоминаю, я в одиночестве в ближайшие три дня. Сегодня, завтра, послезавтра, покуда Нобелер Устамян по Европам путешествует. И, напомню, он завтра будет комментировать матч между «Атлетико», «Мадрид» и «Мюнхенской Баварией». Так что это, конечно, дело, безусловно, важное. И, само собой, мы будем и об этом матче завтра подробно говорить. Но пока в центре внимания события в «Манчестере» и в «Англии» в целом. Поэтому в этой четверти часа давайте поговорим не только еще раз чуть подробнее о матче между «Манчестер-Сити» и «Мадридским Реалом», который состоится сегодня в «Англии» и начнется в 21.45 по Москве. Но и о вчерашней ничьей «Тотахем Хоцпур» в матче против «Мэсбро Мичальбион», которая, по сути, убила интригу в английской «Золотой гонке». У нас на связи комментатор ведущей «Матч ТВ» Денис Казанский. Интервью. Денис, привет тебе в «Манчестер», насколько я понимаю. Да, привет. Действительно, я в «Манчестере». Сейчас через несколько, через пару часов надо уже выдвигаться на стадион. Там будет игра. Сейчас я еду в стадион «Олд Траффорд». Огромное количество испанских бальчиков поехал сейчас на экскурсию именно туда. Так что вот такая вот история. Ну, я согласен. Я бы даже удивился, наверное, если бы ты каким-нибудь «Макаром» на «Олд Траффорд» бы не заглянул. Ну да. Но все идет к тому, что на «Олд Траффорде» матч-то будет серьезное воскресенье, если я ничего не путаю, да, против «Лестера». Это очень любопытная ситуация получается, потому что титул «Лестера» может выбрать на «Олд Траффорд». Может его выиграть у себя дома, уже получить его и на стадионе «Челси». Им устроят чемпионский коридор. Это, конечно, будет что-то невероятное. Да, это будет, конечно, классно. Ну, ладно, об английских делах чуть позже. Как город ты не единожды бывал в «Манчестере», как город, живет ли ощущением полуфинала Лиги Чемпионов? Все-таки его не было давно. Ну, для «Манчестера Сити» вообще его никогда не было. Ну, для города, имею в виду. Да. Ну, я не могу сказать, что тут какое-то невероятное ожидание. Пока этого не очень видно, потому что будет не день. Здесь все пытаются справиться с плохой погодой, потому что сегодня здесь и снег, и дождь. Все это измерительно перемешано. Что случилось? Что случилось? Что за погода? Ну, нет, отвратительная погода. Это серьезно. Вот это буквально через 5 минут солнце выглядывает, через 10 минут дождь и снег. В общем, сегодня погода действительно может быть даже колентофактом в этой игре. Ну, так вот. Конечно, судя по прессе, это же невероятное ожидание, потому что для Сити это действительно святой Грааль, который пока никогда не покорялся. Ну, и тут такая игра, и такой соперник. Давай по поводу Мадридского Реала, к которому, естественно, готовишься тоже. Я так понимаю, без каких-либо серьезных пробоин в составе приезжает Мадридский Реал, и, на твой взгляд, все время через Зидана пытаемся посмотреть на эту игру. Вот, концовка сезона, готов ли он к ней? Я не могу сказать, насколько он готов, потому что это его еще не полный сезон. Вот, действительно, оппозиция была по поводу состава, если что-то случится с Бензима, и он не уйдет. Но он здоров, Криштиану тоже был. Впервые приезжает в момент своего перехода играть против английской команды. Но тут, в общем, боевой состав, то, что никаких проблемных позиций нет у Мадрида. И то, что они не так далеко в чемпионской гонке у себя внутри чемпионата, это тоже говорит о том, что ситуация исправляемая и претендует практически на все трофеи в этом сезоне. Поэтому, не знаю, я с Зидана бы не стал заходить, потому что, ну, еще рано, наверное. Есть ли ощущения, для кого этот матч важнее? Я не думаю, что стоит так говорить. Потому что мы вот совсем недавно в четвертьфинале говорили, Вот, например, для Блана это невероятно важный матч, когда с Пассажей играл в Манчестер-Сити. То же самое касается Пелегрини. Сейчас Пелегрини против своей бывшей команды Дезидана первый поход. Возможность Бейлу и Роналду выиграть второй трофей, ну, в лиге чемпион. В общем, для них и для других это все универоятно серьезно. И тут радость сложности совершенно точно сопоставим. Я внимательным образом следил за четвертьфинальными матчами и Манчестер-Сити-Пассажей. И там присутствовала все-таки нервозность. Казалось бы, да, там особо ничего не давит. Наконец-то Сити прошел четвертьфинал. Однако нервозность присутствовала и в одной, и в другой команде. Ошибки были очень серьезно невынужденные, скажем так. Ждешь от этого матча, что Манчестер-Сити в какой-то момент будет дрожать? Нет, не думаю. Мне кажется, что прямо сейчас команда, благодаря победе над ПСЖ, как раз в такой очень хорошей уверенности находится. И, конечно, рядом надо опасаться. Но я читал перед матчем большое интервью Келеша, молодого нападающего. Он сказал, что, подайте, я не испытываю страха, я испытываю счастье. Потому что выйти сыграть против Криштиана Бейла и против всего Мадридского реала, ведь на скамейке Зидана это действительно не нерв, это счастье для любого человека, как он занимается футболом. Поэтому с таким отношением, мне кажется, что у Мульсити есть шансы. Конечно, они не фавориты. Реал в этой гонке главный фаворит, пожалуй. Но я думаю, что шансы Манчестера все-таки имеется. Немного, но есть. Кстати, Келеша или Решфорд? Ну вот так вот, если попробовать стать над схваткой. Знаешь, вообще какая ситуация смешная? Дело в том, что вот есть такое понятие. Да, вот голы в минуту, когда подсчитывает, насколько на поле молодой человек провел время и как часто он забивает. Так вот, Келеша, согласно всем вот этим рейтингам, находится на первом месте среди всех бомбардиров Европы по тому количеству времени, которое ему отведено на поле и количеству голов, которые он за это время забивает. Лучший на втором месте Суарес, Барселона. Это, конечно, что-то невероятное. Но прямо сейчас, мне кажется, конечно, Решфорд, который большее значение для Юнайта, чем Келеша для Сити. Буквально небольшая пауза и по чемпионской английской гонке еще один вопрос. Семь баллов на улицах Москвы. Не знаю, как в Манчестере. Сейчас по улицам Манчестера у нас Денис Казанский путешествует. А вот в Москве семь баллов. Пробки серьезные. И сложно на Краснопрудной, Русаковской, Стромынке, Преображенке, Большой Черкизовской улице. Вот там вот на восток от Комсомольской до Халтуринской. Время проезда 50 минут. Скорость потока 6 км в час. И проспект Мира тоже традиционная пробка. От Крестовского путепровода до улицы Докукино. Около 5-10 минут. Третья транспортная внешняя сторона. От Комсомольского проспекта до Автозаводской улицы. Денис Казанский у нас на прямой связи. О Лиге чемпионов в Манчестере поговорили достаточно. Давай, Денис, несколько слов о вчерашней ничьей Тоттенхэма, которая, честно, меня разочаровала. Вот прям расстроился. Как ты? Я тебе прямо скажу. Я вот в этом туре был уверен, что Левтер не обыграет Тоттенхэм. Абсолютно с тобой абсолютно солидарен. Да, Тоттенхэм просто разорвет в клочья в Эсбром. И в итоге все наоборот. Поэтому для меня, конечно, это шок. То, что вчера случилось. Сейчас этот стадион называют Warthight Pain. То есть, используя последнее слово, как боль. И для меня это, конечно, большой-большой сюрприз, то, что случилось вчера. Чем объясняешь вообще то, что Тоттенхэм перестал быть собой? Я не могу понять. То ли он перестал быть собой, то ли он стал настоящим. Это тоже такая ситуация, на которую мы не можем ответить. Да, и у меня вообще нет никакого объяснения тому, что вчера произошло. Я вчера все это внимательно посмотрел. Потом смотрел, как анализировали наши коллеги на британском телевидении. Они все тоже были прям в шоке. Потому что, зная результат Лестера, зная, что ты оказываешь давление, что у Лестера впереди Олд Траффорд и Стэнфорд Бридж. Ну, в общем-то, сейчас все карты были у Тоттенхэма, чтобы догнать. И вдруг они растеряны настолько, и плохой матч, и скандал с Дели Али. Ну, в общем, все это вот, ну, я не знаю, в голове не укладывается. Заключительный вопрос. Как думаешь, на Олд Траффорд чемпион в эти выходные определится? Не знаю. Мне кажется, что там ситуация такая, что Лестер может и не выиграть, и все равно получить титул, насколько я понимаю. Ну, может, конечно, и так, да. Да, да, да. И, в общем, ну, не знаю, мне кажется, что это была бы очень красивая история. Мне кажется, что вот если действительно получится так, что они выиграют титул на Олд Траффорд, и чемпионский коридор им организуют на Стэнфорд Бридж, ну, вот так и должна заканчиваться история Лестера в этом сезоне. Денис, спасибо большое. Хорошего репортажа, хорошего матча, хороших эмоций. Денис Казанский из Манчестера, где сегодня, естественно, на стадионе City of Manchester Stadium будет центр притяжения европейского, да, наверное, и мирового футбола. Полуфинал Лиги Чемпионов, Манчестер-Сити, Мадридский Реал. Мною или Пелегрини все правильно, и давайте об этом тоже вспомним. Против своей бывшей команды срок работы, срок служения Пелегрини. Мадридскому Реалу был не такой большой. Его взяли как очень умного тренера, но в Мадриде, как, наверное, и у Бенитеса. Где-то это можно сравнить. Не пошло, не случилось. Не готов оказался он к уровню давления в суперклубе Реал Мадрид. А вот в Манчестер-Сити подходит к концу срок его трехлетнего контракта. В первый же сезон умудрился Мануэль Пелегрини сделать Манчестер-Сити чемпионом и выиграть Кубок Лиги. Следующий сезон оказался сложным, бестрофейным. В этом сезоне выигран Кубок Лиги, и именно вот на этот заключительный сезон трехлетнего цикла пришелся самый большой успех в Европе. Манчестер-Сити вышел в полуфинал Лиги Чемпионов. И сейчас все шансы сделать шаг вперед. Конечно, есть и внутри еще серьезные проблемы, внутри в чемпионате, пока не обеспечена Лига Чемпионов на следующий сезон. Ман-Сити, Арсенал, Манчестер-Юнайтед. Пожалуй, вот эти три команды ведут борьбу за две путевки, за третью и четвертую. И как раз, кстати, поэтому, закругляя разговор и связываясь с ближайшим матчем Манчестер-Юнайтед-Лестер, думаю, что Лестер свою победу-то на Олд Траффорд не одержит. Не знаю, может быть, там Тоттон Хэм и Челси сделают так, что Лестер уже в эти выходные станет чемпионом, потому что Тоттон Хэм вновь играет в понедельник, то есть позже Лестера. Но думаю, что Манчестер-Юнайтед сверхмотивированный Лигой Чемпионов, и необходимое попадание в четверку Лестеру проиграть не должен. Продолжим наши разговоры, наши разговоры. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ» 620-46-64, код Москвы 495. Если твои СМС-ки стоят дороже, чем бой Мэйвейзера, скачивай приложение «Спорт.ФМ» в свой телефон. Слушай любимые программы, отправляй сообщения, смотри видеотрансляцию из студии. Приложение доступно для Android и для iOS. «Спорт.ФМ». Делаем спорт ближе. «Спорт.ФМ». Сто процентов футбола. Верните Гончаренко перед матчем «Зенита». Удачи, Кубань, пишет нам Кирилл из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, в который мы стучимся активно и очень надеемся, что не то чтобы совсем скоро, но, по крайней мере, перед началом следующего чемпионата России вещание в Санкт-Петербурге «Спорт.ФМ» начнет. И мы откроем для себя большой-большой пласт слушателей из города на Неве. По крайней мере, мы к этому очень сильно стремимся. «Реал» — все. «Манчестер-Сити» — ничто, Фараон пишет. «Шок» — не то слово, еще и деньги потеряны. Это по поводу, видимо, Тотахэм и Весбромвич. Павел, ну согласен полностью. Конечно, сейчас абсолютно, Санкт-Петербург даже удивился, честно говоря, с Денисом так общаюсь в основном в эфире, но абсолютно были у меня вот такие вот ощущения, скажем так, перед этим туром, что после уверенной победы Тоттенхэма в Стоук-он-Тренте у Лестера, у которого остался домашний матч, такой последний, скажем так, с соперником, несозвучным именем Свонсе, будут проблемы. Безварди намучаются. Нет, ну все наоборот. Команда вновь находит лидеров, играет по отлаженной схеме, великолепно действует, побеждает с разгромным счетом и двигается вперед. Тоттенхэм выходит, еле заковыривает усилиями человека из чужой команды, из команды соперника, и потом настолько сбивается вообще в кучу какую-то, что просто становится, ну, смешно, глядя на Тоттенхэм. И, как вы знаете, наверное, уже, ну, не знаю, может быть, кто-то слышал, кто-то нет, кого-то, может быть, кто-то улыбнется сейчас, услышав от меня эту фразу, но, по крайней мере, уже в Англии сказали, только Тоттенхэм Ходспур может финишировать выше Манчестер Сити, выше Арсенала, выше Манчестер Юнайтед, выше Ливерпуля, выше Челси, выше Эвертона, и все равно не выиграть чемпионство. Ну, согласитесь, это, конечно, с одной стороны смешно, с другой стороны несколько грустно для болельщиков Тоттенхэма особенно. Их много среди наших радиослушателей, я им сочувствую, откровенно говоря. Болел вчера за Тоттенхэм, хотел, чтобы гонка чемпионская продлилась. Думаю, она, весьма вероятно, доживет и до предпоследнего тура, но вот в предпоследнем туре закончится уж наверняка. Так что Лестера надо поздравлять и поздравлять уже совсем скоро. А Тоттенхэму, кстати, вот так просто на секундочку, нужно еще и подумать о том, чтобы финишировать все-таки выше Арсенала, потому что до Лестера 7 очков, а до Арсенала, глядя вниз, 5 очков. И если представить, что Лестер уже чемпионом станет, то нужно подумать, а как же Тоттенхэму сохранить, ну, скажем так, место в основной сетке Лиги чемпионов, потому что Арсенала график, ну, с одной стороны, сложный, потому что играть с Норвичем, который борется за выживание, потом с Астон Вилл еще дома, и с Манчестер Сити. Тут важно для Тоттенхэма, обе команды потеряют очки. Да? То Тоттенхэму играть сейчас с Челси, который может вполне себе упереться, и, соответственно, играть в последнем туре с Нью-Каслом, который тоже наверняка будет в последнем туре еще бороться за выживание, и потом принимать Саут Гемптон, ну, которого, конечно, такие слабенькие-слабенькие надежды на Лигу Европы. В общем, как бы не посыпался еще Тоттенхэм сейчас в последних турах. Поэтому я бы призвал быть внимательным сейчас болельщиков лондонского Тоттенхэма, чтобы второе место сохранить, и уж точно обеспечить себе Лигу чемпионов именно групповой этап сразу следующей осенью. Семь баллов на улицах Москвы, пробки серьезные по оценке портала Яндекс, главная пробка на Ярославском шоссе уже от Фуражного переулка до Болшевского шоссе полтора часа потеряете. Почему я продал свою машину в Карпрайс? Да я не люблю рисковать, ценю свое время. Приехал, сразу получил деньги, никаких проблем. Это как трейд-ин, только выгоднее. Да, я рекомендую карпрайс.ру Пусть Федун Раньери о 10% роли тренера рассказать попробует. СМСка нам пришла из Владимира. Ну, Раньери красавец, конечно. Вы знаете, я порой вот так вот попадаю на лицо этого невыговариваемого владельца Лестера, тайского бизнесмена. Он, по-моему, сам в шоке, что происходит. Он, кстати, по-моему, еще сам не понимает, что с этим всем делать. То есть, понятное дело, что на его команду и на него, кстати, в том числе, сваливаются довольно приличные деньги, которые он получит за первое место в английской премьер-лиге, которую он автоматом получает за участие в групповом этапе Лиги Чемпионов. Но, конечно, это и большой вызов. Может быть, он собирался, так скажем, себе повысить капитализацию, узнаваемость своей компании в мире, своей тайской компании в мире. Да. А тут получается, что надо продолжать эту игру. И, как вы понимаете, футбол такая игра, в которую можно победить при минимальном вложении средств, но гораздо вероятнее проиграть при серьезном вложении средств. И если сейчас удалось первое, и это действительно сказка Лестера, о которой мы и говорим, то никто не гарантирует, что сейчас, ну, допустим, вложив минимальное количество средств, немножко, может быть, усилив эту команду, поборовшись за тех, кто сейчас является ее лидером, не отпустив их в летнее межсезонье, дальше получится так же. Хотя бы получится тоже Лига Чемпионов. Конечно, очень большой вопрос. Очень большой вопрос. А ведь еще есть соблазн бабахнуть сейчас серьезную сумму от тех доходов, которые будут в казну Лестера капать в следующем сезоне сильных игроков, которые как-нибудь там деструктивно повлияют на коллектив. Так что очень перед большой дилеммой о Раньере Крутой. Раньере Крутой, он свою тренерскую работу сделал, безусловно, на высоком уровне. Это достойно фильмов, книг и прочих дел. Фраун нам тут еще пишет, кстати, я вот говорил, да, по поводу Владимира Стагниенко, и чего вы можете отказаться ради... Чем вы можете пожертвовать ради Чемпионата Европы? Вот готов отказаться от секса на месяц. Фраун. Ну, что ж, посмотрим. Не знаю, стоит ли это того, да, и если поете на Евро, расскажите о своем воздержании. Реклама Чемоданы, деньги, документы, а билеты? В телефоне посмотри. Не смешно. Зато удобно. Электронный билет на Аэроэкспресс в твоем смартфоне. Принтер не нужен. Просто приложи экран к турникету. Удобнее, быстрее и дешевле, чем обычный билет. Аэроэкспресс. Пробуй и пользуйся. Категория 0+. На юге Москвы ожидаются необычайно низкие цены. Встречайте новый гипермаркет Леруа Мерлен на пересечении Каширского шоссе и МКАД. Теперь и на юге Москвы доступны товары для ремонта и обустройства дома и дачи, как всегда, по бесспорно низким ценам. Не опоздайте на торжественное открытие. Открытие уже скоро. Семейный квартал Наследия на Преображенке открывает двери своим жильцам уже в 2016 году. Только до майских квартиры от 10,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 725-5555. Проектная декларация на сайте наследие-дефиз-галс.ру Галс. Интеллигентный девелопмент. Рубим цены каждый день в супермаркетах Билла. Только сегодня, 26 апреля, тушка куриная всего 8 рублей 50 копеек за 100 граммов. А завтра, 27 апреля, клубника 1 килограмм всего 329 рублей. Количество товара ограничено. Подробности на Билла.ру Модный квартал Искропарк на Динамо идеален для жизни в мегаполисе. Только до майских апартаменты бизнес-класса от 9 миллионов рублей. Искропарк на Динамо. Подробности по телефону 725-5555. Проектная декларация на сайте искрадефиз-парк.ру Галс. Интеллигентный девелопмент. Сегодня описать настоящую мощь можно всего одним словом. G-Drive. Топливо нового поколения зарядит автомобиль энергией. И каждое нажатие на педаль газа принесет удовольствие. Комплексу присадок G-Drive гарантирует дополнительную мощность и улучшение динамики разгона. Поэтому Ягуар выбирает G-Drive. Почувствуем мощь и драйв. G-Drive это мощно. Эксклюзивно в сети АЗС Газпромнефть. Семейный квартал наследия на Преображенке открывает двери своим жильцам уже в 2016 году. Удачные планировки закрытый внутренний двор, подземный паркинг, собственный детский сад. 5 минут от метро Преображенская площадь. Только до майских действуют спецусловия. Квартира от 10 миллионов 500 тысяч рублей. Подробности по телефону 725-5555. Проектная декларация на сайте наследи-дефис галс.ру Галс интеллигентный девелопмент. Телефон рекламной службы Спорт.ТМ 620-46-64 Код Москвы 495 Курс молодого бойца на Спорт.ТМ Зачем боксеры во время боя вдруг хватают друг друга в объятия? Нет, это не приступ внезапного человеколюбия и даже нежелание досадить этим скучным зрелищем зрителю. Это универсальный способ сорвать план соперника, когда понимаешь, что вот-вот придется очень туго. Этот прием называется клинч. И цель его прижать руки оппонента, заставить его тратить силы на выход из неудобного положения. Тем, рейс 15. В шаге от триумфа, в шаге от Милана, первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, Манчестер-Сити, Реал-Мадрид. Слушай лучший европейский футбол только на Спорт.ФМ в 21.45. Спорт.ФМ 100% футбола С вами Дмитрий Дерунец и Орда Нобеля нет сегодня, не будет завтра и послезавтра. Ну, как я не могу не воспользоваться такой ситуацией и поговорить в рамках нашей рубрики о мнениях букмекеров о матче английского чемпионшипа. Наконец-таки Нобель даже слов таких не знает, а я с удовольствием в эти пучины окунулся. Так что думают эксперты Винлайна по поводу сегодняшнего матча между Халлом и Брэндфордом. Чемпионшип на Халл ставка на Халл класс на Халл ставка 1.55 коэффициент 1.55 у экспертов Винлайн мяча 4.25 Брэндфорд 5.89 Халл не проиграет 1.14 Брэндфорд не проиграет 2.47 Ну и для сравнения у Бэтуин 1.57 на Халл Сити 4 ровно на ничью всего лишь 5.25 на Брэндфорд. Сергей тут обсуждает новости, которые звучат у нас как уже под вилами эти чиновники. Сергей, оригинальное сравнение скажу честно. Павел спрашивает, а не ждет ли их провал в лиге чемпионов, ведь Лестер будет не сеянным. Павел, Павел, не забывайте, другая совсем уже система посева, все чемпионы в первой корзине. Лестер будет в первой корзине. Ну а мы сейчас давайте перенесемся в Болгарию. У нас на связи бывший полузащитник футбольного клуба Амкар Георгий Пеев. Интервью Георгий, здравствуйте. Здравствуйте. Мы от всего коллектива Спорт.ФМ знаем, что у вас сейчас праздник в семье вашей большой. Поздравляем вашу тещу с днем рождения. Передайте ей. Спасибо большое. Ну, хорошо, что вы улыбнулись. Как вообще удоводится сейчас улыбнуться после всех тех невеселых эмоций, которые пережили на прошлой неделе? Ну да, конечно. Неприятно, что так все случилось, но жизнь продолжается, так что это уже позади. Я стараюсь не обращаться к такой вниманию. то, что происходило. Главное смотреть в будущее. Согласен. И не хочется сильно обсуждать этот вопрос сейчас, потому что слишком много уже было сказано и нечего, в принципе, добавить. Поэтому хочется пожелать Тамкару удачи и ребята, чтобы постарались оставить команду в премьер-линии. Следили ли за игрой против Локомотива и знаете ли, что болельщики скандировали ваше имя? Конечно следил и буду следить и в дальнейшем. Так что это клуб, который столько эмоций мне подарил, особенно болельщики наши. Поэтому я буду за его выступление следить всегда. Сейчас у Амкара просто такая важнейшая игра против Динамо. Команды обе внизу турнирной таблицы. Как вы считаете, как построить игру Амкару в гостях? Попытаться на ничью сыграть или попытаться обыграть Динамо? Я считаю, что в любой игре мы должны выходить и играть на победу. Несмотря с каким соперниками играешь. Нижние частые таблики вверх. Надо верить своим возможностям и отдаваться всей силой на поле. У вас вот сейчас небольшая пауза в карьере. Уже понятное дело, что слухи разные ходят. Определились ли с возможными вариантами своего будущего? Честно вам скажу, для меня это не проблем, что скорее всего закончу большим футболом. Ну, в будущее я не заглядываю, пока радуюсь жизни здесь со своей темой. И я очень счастлив в своей жизни. Так что, что будет в дальнейшем, еще не решу, пока просто отдыху. Ну и последний вопрос. Руководство Амкара в официальном заявлении говорило о том, что весьма вероятно ваше возвращение в Пермь в другом качестве. Вы тоже такого не исключаете? Категорически не могу сказать, но мне кажется, у нас все пути разошлись и буду возвращаться в Пермь просто в качестве болельщика. Буду поддерживать команду. Георгий, спасибо большое, что уделили нам буквально несколько минут. Еще раз вам хорошего праздника, всей семье привет и надеюсь, будем на связи. Вы оставили прекрасную память о себе в России. Георгий Пеев, болгарский полузащитник, бывший футболист Амкара со скандалом разошлись пути дорожки Георгия Пеева и футбольного клуба Амкар Пермь. И думаю, что по Амкару это может ударить в концовке этого сезона. Сейчас команда должна собраться и без одного своих идейных лидеров выглядеть кулаком. Проиграли в кубке, проиграли в чемпионате. Близость зоны стыковых матчей все-таки ощущается, хотя у Игра у Амкара и без Пеева в составе тоже есть. Спасибо Георгию Пееву, ну а мы двигаемся дальше. Двигаемся дальше на дороге Москвы. Само собой, сейчас очень серьезные пробки уже на улицах города. 8 баллов. По оценке портала Яндекс.Пробки очень сложно на МКАДе на внешней стороне от Сколковского шоссе до Ясенева. Представляете, длина пробки 15 километров, время проезда 2 часа. Третья транспортная внутренняя сторона от Кутузовского проспекта до Шерементьевской улицы. Долго будете ехать тоже более часа. Спорт.ФМ 100% футбола Попродолжаем. Дмитрий Дерунет. 100% футбола до 19 часов. Далее у нас ТОП-спорт. Алексей Золин, Артем Дроздов разгоняют Лигу Чемпионов в том числе. Следят за финальным матчем чемпионата России по футболу. По футболу. По волейболу среди женских команд между Московским Динамо и Уралочкой обсуждают хоккейные вопросы. Еще раз напоминаю всем, всем, всем болельщикам сегодня к нам в студию приехать обязался и я думаю, что слово свое сдержит главный тренер чемпионов России по хоккею обладателей Кубка Гагарина хоккеистов Магнитогорского Металлурга главный тренер наставник Илья Воробьев. Так что слушайте наш эфир как только из Новогорска к нам Илья Петрович доберется сразу в эфир ворвется. Ну и с 21 часа планируем возможно из-за интервью Ильи Воробьева чуть сдвинем этот эфир разгон Лиги Чемпионов вместе с Сергеем Курмановым и собственно Алексеем Золиным 21.45 матч Лиги Чемпионов начинается ну точнее уже теперь можем говорить матч это в Лиге Европы два матча одновременно начинаются Лиги Чемпионов матч один сегодня это Манчестер Сити Реал Сергей переживает на нашем смс-портале целый день говорили что больше не будет в Москве шаурмы а к вечеру только одной палатки да Сергей вы я так понимаю все-таки против шаурмы я кстати тут вас полностью поддерживаю что что урму в Москве что шавермы в Питере не могу не лезет не идет не понимаю абсолютно Павел по поводу Лестера и несеянности ответил напоминаю что и Лестер и Ростов если станет чемпионом будут в первой корзине представляете какие группы могут организоваться веселые группы смерти я имею ввиду потому что целый ряд команд не чемпионов стран но занявших вторые и третьи места как то там Арсенал Ман Сити ну кто станет вторым и третьим Атлетико Реал допустим все будут во второй корзине и представляете они крест нахрест попадут друг с другом вот те дело то будет а ого-го так что здесь все весело будет конечно и Лестер и Ростов в одной группе не будут если станут оба чемпионами не будут в лиге чемпионов ну и опять же если все будет нормально Бавария раскатает Лестер как бог черепаху но 100% переиграет Ростова Васи вы прекрасны ну и собственно Спартак чемпион да не в этом году но чемпион ну все понятно Фараон верит в московский Спартак Павел все интересует зачем Гончаренко пошел в клуб где с ним поступили по-хамски что теперь будет со совмещением Слуцкого это большой вопрос давайте дождемся подтверждения по поводу Гончаренко действительно слухи на пустом месте не рождаются однако что-то мне верится пока в это с трудом Лестер и МЮ обе забьют как думать сыграет ли Варди Варди не сыграет подтвердила футбольная ассоциация его дисквалификацию Варди в матче на Ул Траффорд не сыграет потенциальным чемпионском для Лестера обе забьют ну так вы знаете похоже на то похоже на то спорить не буду Гарри Линекер обещал провести эфир голом если Лестер станет чемпионом сдержит слово болельщик Лестера Сосуола и Эйбара со 137 дневным стажем не нагнетайте уважаемый болельщик Лестера Сосуола и Эйбара Гарри Линекер обещал провести эфир в трусах в трусах но не голом в трусах проведет в этом у меня сомнений нет он постоянно в твиттере говорит что накачивает ноги сейчас чтобы в трусах выглядеть хорошо так что да это будет конечно эфир классный сегодня Сергеем Курмановым Алексей Золин сегодня я за Манчестер Сити удачи им думаю могут пройти мадридцев но будет тяжко будет тяжко конечно по поводу Ростов в следующей сезоне так играть смогут ли Ростов и Лестер или может эта команда выскочит на один сезон конечно очень сложно без серьезных финансовых вливаний без серьезной обоймы строить команды надолго по поводу Лестера я уже сказал да это все зависит сейчас от владельца у которого есть платформа для развития потому что английская премьер-лига со следующего сезона становится вообще мульти что у нас с нашим опросом давайте на него взглянем на страничку ВКонтакте ну в принципе итоги ожидаемые кто победит в сегодняшнем матче вопрос задавали мы такой полторы тысячи человек проголосовало пятьдесят пять процентов за Мадридский Реал и это мы говорим только о сегодняшнем матче за Мадридский Реал пятьдесят пять процентов за Манчестер Сити двадцать семь и около восемнадцати за ничейный исход ну что ж друзья остается только пожелать всем нам хорошего футбола и не забывайте следить следить за Лига Чемпионов на волнах Спорт.фм начиная с двадцати одного часа ну а сейчас как обещал давайте о футболе национальной лиге поговорим очередной тур состоялся накануне ближайшие тоже не за горами в майские праздники и у нас на связи большой специалист по футболе национальной лиге обозреватель портала спортбокс.ру Сергей Ильев Сергей добрый вечер добрый вечер ну что все больше ясности в турнирной таблице футболе национальной лиги однако вопросов и даже прежде всего наверное по зоне вылета их огромное количество вот с этого и хотелось бы начать безусловно из вчерашних результатов волевое поражение армавирского торпеда от Енисея ну шокировало наверное всех вы можете как-то понять что случилось с армавиром ну вы знаете наверное может быть логически объяснить это сложно хотя вы знаете Енисея тоже прижат к стенке и команда уступала 0-2 ну уже наверное просто было нечего терять ну и здесь произошел такой счастливый случай который как говорил Штирлиц бывает в жизни каждого разведчика вышел на замену Лискана Аргетинец воспитанник Реала да и забил 3 мяча там в последние 25 минут выиграл 3-2 ну наверное все же на армавире на про армавире сказались потери Бугуи потери Вольдзеля опорника конечно важная в центральной зоне ну и мне кажется все-таки что уже поражение от Спартака 2 в прошлом туре оно по сути вынесло команде Карпина приговор как вы думаете как будет выглядеть я вот с этой стороны хочу зайти как будет выглядеть первый дивизион в следующем сезоне я так понимаю что вы спрашиваете о том кто вылетит вы знаете я вот вчера общался тоже с президентом газовика Василием Столыпиным но Оренбург находится в шаге от премьер-лиги задал ему тот же вопрос вот кто вылетит до этого задавал тот же вопрос известному там специалисту Игору Чугайну никто не может сказать я тоже не могу сказать потому что там 6 команд находятся ну буквально в радиусе по-моему 3 очков находятся совершенно непонятно есть Хабаров крепкий есть Клуч есть Енисей который ну тоже достаточно добротная команда есть опять же Зенит 2 который выиграл Балтиков и подтянулся у которого великолепный календарь а то что вылетит Шинник вот как сказал Столыпи ну просто категорически не верится но две команды вылететь должны кто ими будет ну абсолютная загадка тем более что матчи между конкурентами в ближайших турах предстоят ну там будет рубилово просто вот сейчас Хабаровска играет с Ярославлем ну понимаете что это игра на 3 результата и от ее исхода во многом зависит судьба вот одной из двух вот этих прямых путевок вниз да Сергей она кстати тут спрашивает буквально сразу же на смс портале именно по этому матчу я так понимаю лучше назначил встречу на 6 утра по московскому времени ну и по Ярославскому тоже вы знаете я тоже обратил на это внимание вот сегодня посмотрел да на 6 утра ну я скажу кстати это время максимально допустимое которое в которое можно проводить матчи то есть в час по местному времени но здесь можно сказать что на войне все средства хороши и естественно луч хочет поймать Волгарь ну давайте говорить откровенно потому что Волгарь забросная команда проигрывает она мало да и уверенно идет на четвертом месте но лучу эти 3 очка ну просто нужны как воздух я когда задавал вопрос по поводу того как будет выглядеть первая дивизиона наверное даже не столько кто вылетит понятно дело что борьба здесь непредсказуемая сколько верите ли вы в реформу первого дивизиона накануне следующего сезона уже разделение по зону нет не верю ну я думаю что вы знаете для первого дивизиона сейчас говорят можно разделить на 3 лиги но это упадет зрелищность ну кому будет интересно там видеть допустим какое-то противостояние не знаю Денисея, Динамо, Барнаула вот они будут играть там 4 матча за сезон или сколько просто даже по геофизическому принципу невозможно поделить эти команды на зоны равномерно это раз во вторых ну сузится география ну не будет таких каких-то противостояний не знаю вот как в этом году допустим Толли Арсенал но это интересно будет болельщикам и в этом сезоне ничего не будет другой вопрос что в ФНЛ я так считаю нужно сократить до 18 команд особенно при этой системе весна-осень и прав Ивченко при системе осень-весна и прав абсолютно Ивченко тренер Тюмени который говорит что ну невозможно играть вот так через 3 дня при таких перелетах очень тяжело Сергей, спасибо большое следим за футболь национальной лигой за развязкой борьбой наверху и внизу турнирной таблицы Сергей Ильев обозреватель портала спортбокс.ру поговорили об ФНЛ очень и очень серьезные пробки по-прежнему на улицах Москвы аж 8 баллов МКАД внешняя сторона от Можайского шоссе до Ясенева 2 часа будете ехать 3-я транспортная внутренняя сторона от Комсомольского проспекта до Шереметьевской улицы тоже долго полтора часа будете ехать МКАД внутренняя сторона от улицы генерала Дорохова до Строгино полтора часа Волгоградский проспект от улицы Тололихина до Ложского бульвара более часа в общем наслаждайтесь Спорт.фм и верьте в лучшее Спорт.фм 100% футбола Простите вы еще раз прокомментировать историю с увольнением Владимира Стогниенко Друзья, ну вообще как-то коллег не очень принято обсуждать и Владимир принял свое решение я исключительным с исключительным уважением к Володе отношусь и работали в эфире Спорт.фм в том числе и вы многие его помните по работе на нашей радиостанции ну я думаю что многие поддерживаете скажем так его и любите его как комментатора профессионального комментатора футбольных матчей он сделал свой выбор он будет работать на каналах ВГТРК по крайней мере под чемпионат Европы этот выбор понятен здесь у Володи большое пространство для самореализации для работы на самом высоком уровне в преддверии большого большого европейского турнира и удачи ему в этой работе только стоит пожелать а уж как эта работа будет выглядеть на благо футбола вне скажем так чемпионата России по футболу который остается как вы понимаете в холдинге матч ТВ это уже другой вопрос вайбер ватсап 892522222 93 и 2 Спартак 2 может ли попасть в РФПЛ нет нет еще раз нет еще раз мы готовы на этот вопрос бесконечно отвечать Спартак 2 ни в стыковые ни на прямой в РФПЛ несмотря на то что может еще попасть в четверку чисто номинально не пробьется в завершении англичане подготовили такую комбинированную сборную Манчестер Сити Реал Мадрид в преддверии сегодняшнего матча ради любопытности любопытства вам ее назову в воротах Джохард Манчестер Сити Дани Кровахаль справа Реал Сергио Рамос в центре Реал Винсан Компани Манчестер Сити в центре Марселу слева Реал Лука Модрич Реал Мадрид Фернандо Манчестер Сити Тони Кросс Реал Мадрид это центр поля Кевин Дебрюйне Сергио Гуэро Криштиану Роналду это нападение 5 на 6 5 игроков Ман Сити 6 Реала какой будет счет сегодня узнаете из прямого эфира на волнах спорт.фм ну а мы завтра с вами услышимся как всегда 17 часов 100% футбола с вами был Дмитрий Дерунец счастливо Реклама Открывается новый магазин LCY KIKI в торговом центре Ривьера в Москве Магазины также расположены в ТРЦ Мега Белая Дача Колумбус и Мозаика Откройте для себя новую коллекцию LCY KIKI по доступным ценам LCY KIKI Пришло время изгнать дорогой домашний интернет Возьмите рубль и повторяйте за мной 8 800 708 тысяч 8 800 708 тысяч 8 800 708 тысяч Добрый день Компания Белайн Слушаем вас Избавиться от дорогого интернета в доме просто если у вас есть рубль Достаточно набрать 8 800 708 тысяч и оставить заявку на подключение домашнего интернета и ТВ Белайн просто удобно для тебя 3 2 1 Поехали Только до конца апреля космические скидки от Ведис Групп Последние квартиры в ЖК Вершинина с выгодой до 2 миллионов 200 тысяч рублей Квартиры в комплексе бизнес-класса в двух минутах от метро Нагорная Не пропустите уникальные условия только до конца апреля Звоните 104 42 43 104 42 43 Код 495 Проектная декларация на ведис.ру 25 сентября состоится главное беговое событие страны Московский марафон 30 тысяч спортсменов соберутся в Лужниках и пробегут по уникальному маршруту в самом сердце Москвы Для участников будут доступны две дистанции Марафонская на 42 километра 200 метров и забег спутник на 10 километров Успейте зарегистрироваться на забег Записывайтесь в волонтеры и приходите поболеть за друзей Подробная информация и условия участия на сайте moskoumarathon.org 0+. Модный жилой квартал Искропарк на Динамо Идеальное место для современной жизни в мегаполисе Любимая работа? Удобно Центр города близко Прогулка вечером? Легко Много парков рядом Активный образ жизни? Просто Это Динамо Все в двух шагах Только до майских Апартаменты от 8 миллионов 900 тысяч рублей Искропарк Новый квартал на Динамо Подробности по телефону 725-5555 Проектная декларация на сайте искрадефиспарк.ру ГАЛС Интеллигентный девелопмент Ты на работе А у тебя дома ремонт У тебя ремонт А у ребят кончилась шпаклевка Когда ребята скучают Ребята танцуют А ты Берешь полдня за свой счет Берешь такси Чтобы успеть до закрытия Берешь все подряд Чтоб в следующий раз Не брать полдня за свой счет И новую люстру Тете Люби Чтобы не вышло себе дороже Покупай в Петровиче На нашем сайте Вы найдете любые Стройматериалы И получите заказ В тот же день Петрович С теми кто отважился на ремонт ООО Строительный торговый дом Петрович Юридический адрес 192-102 Санкт-Петербург Улица Салова Дом 46 Литер В ОГРА 106-784-754-56-55 Телефон рекламной службы Спорт-ФМ 620-46-64 Код Москвы 495